Ну и пока у одних в споре рождается истина, у других – шедевры искусства. 8 декабря отмечают Международный день художника. Эта профессия – одна из самых древних. За время своего существования она прошла долгий путь от простых рисунков, выполненных углем на стенах, до всемирно известных шедевров. Наша съемочная группа встретилась с люберецким художником Владимиром Засыпкиным и узнала, что вдохновляет мастера живописи на создание новых картин. Зима нас сегодняшняя не балует снегом, но пофантазировать мы можем правильно, порадовать себя. Все, чего не хватает в окружающем мире, можно изобразить на листке бумаги. Владимир Засыпкин садится за холст как минимум два раза в неделю. Для него это своеобразный антистресс. Это как голод, потому что ты ничего не можешь с собой сделать. Надо сесть, потому что начинает себя нервировать. Если ты не сядешь, не успокоишься и в один момент не станешь что-то делать в плане живописи, то дальше неизвестно, как дальше, собственно, жить. Рисует Владимир Засыпкин сколько себя помнит. Впервые взял в руки кисточку и краски в детском саду. Тогда он больше всего любил изображать солдатиков и военную технику. Эта тема отразилась и на его взрослых работах. Вот картина, которую художник называет своей гордостью. Над воссозданием исторического момента прохождения армии Кутузова через Люберцы. Мастер работал три года. Я сумел решить две своих задачи, которые я ставил. Зафиксировать вот этот исторический момент, когда Кутузов проходил, вот эту армию проходила по Рязанской дороге. Я показал храм, который снесли, который, к сожалению, утрачен навсегда. И вот образом я его как бы подарил городу. Подарил городу сказано в прямом смысле картину Владимир Засыпкин презентовал 5 сентября в день городского округа Люберцы. Ее оценили не только земляки художника. Эта работа заняла первое место в международном онлайн-конкурсе «Голден Тайм-2020». Своими умениями Владимир охотно делится с начинающими профессионалами и любителями живописи. Во время весенней самоизоляции он принял участие в нашем телепроекте «Активное долголетие для тех, кто дома». Научить рисовать и писать живопись можно любому. Не факт, что он станет дальше этим заниматься и полюбит это. Но научить можно так же, как и любому другому ремеслу. На вопрос, сколько у вас картин у Владимира Засыпкина, точного ответа нет. Но в честь своего юбилея он выбрал 100 лучших и любимых работ для выставки в картинной галерее. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.